Хадис 4. Дело, которое позволит войти в рай. Сообщается, что Абу Гурейра, да будет доволен им Аллах, сказал. Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел какой-то бедуин, который сказал ему. Укажи мне на такое дело, которое поможет мне попасть в рай, если я буду совершать его. В ответ посланник Аллаха, саллиллаху, алейхи вассалям, сказал. Поклоняйся Аллаху, никого и ничего не передавая ему в сотоварищи. «Совершай предписанную молитву, выплачивай обязательный закят и пастись в Рамадане». Бедуин воскликнул. «Клянусь тем, в чьей длани моя душа. Я ничего не добавлю к этому». А когда он ушел, пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, сказал. «Пусть посмотрит на этого бедуина тот, кому доставит радость, взгляд на человека из числа обитателей рая». В этом хадисе перечислены четыре из пяти столпов ислама, к числу которых относится также и паломничество, хадж. О чем говорится в соответствующих аятах Корана и других хадисах. О той великой основе, на которую указывает данный хадис, говорится также и во многих других хадисах, идентичных или близких друг к другу по смыслу. Смысл же их заключается в том, что если человек выполняет обязанности, общие для всех, фардуль айн, и обязанности, выполнением которых могут заниматься только отдельные члены мусульманской общины, фардуль кифая, и избегает запретного, он заслуживает того, чтобы войти в рай и быть спасенным от огня. Человек, которому присуще подобное качество, достоин называться мусульманином и верующим. Он стал одним из благочестивых, достигших успеха, и вошел в число тех, кто следует прямым путем. Подобным этому и близким к нему по смыслу является ниже следующий хадис. Хадис 5. Решающее слово Сообщается, что Суфьян ибн Абдуллах ас-Сақафи, да будет доволен им Аллах, сказал «Как-то раз я попросил пророка да благословит его Аллах и приветствует. О, посланник Аллаха, скажи мне об исламе такое слово, после которого мне уже не надо будет спрашивать об этом никого иного». Он, салляллаху алейхи ва салям, сказал «Скажи, я уверовал в Аллаха, а потом придерживайся прямоты». Под прямотой истикама в Коране и в Сунне подразумевается неуклонное исполнение всех велений Аллаха и полный отказ от всего того, что было им запрещено. Этот человек попросил пророка да благословит его Аллах и приветствует указать ему на нечто полезное, что вместило бы в себя все благо и могло бы привести человека, придерживающегося смысла этих слов, к успеху. В ответ на это пророк, салляллаху алейхи ва салям, велел ему не отступать от веры в Аллаха, поскольку такая вера включает в себя как все то, в чем человек должен быть убежден, иначе говорят догматы и основы веры, так и связанные с этим дела сердец, а также внешнее и внутреннее подчинение Аллаху, после чего он велел придерживаться этого постоянно и не отступать от прямоты до самой смерти. Веление пророка, салляллаху алейхи ва салям, полностью соответствует словам Всевышнего Аллаха, который сказал «Поистине тем, кто говорил Господь наш Аллах, а потом придерживался прямоты, не сходят ангелы, возвещая, не бойтесь и не печальтесь, и радуйтесь раю, обещанному вам». Под словами «придерживался прямоты» имеется в виду, ни в чем не отклонялся от единобожия. Таким образом, вера и прямота позволяют человеку избавиться от всех видов зла и приводят его к раю и обретению того, к чему он стремится. Многие аяты Корана и хадисы указывают на то, что вера включает в себя не только истинные убеждения сердец и их чувства, например, любовь к благому и страх перед злом, намерение обрести благо и отвращение ко злу, но оказывает воздействие также и на внешние действия, ибо если человек не утвердился в вере, он не достигнет ни того, ни другого. Дорогие братья и сестры в исламе и все наши добрые подписчики, находящиеся в поисках истины, пусть это обращение застанет вас и ваших близких в состоянии крепкого имана и прекрасного здоровья. Вы, наверное, уже знаете, что в этот период смуты YouTube отключил монетизацию в России. Это серьезный удар по многим каналам, среди которых оказались и некоммерческие каналы, занимающиеся исламским призывом. В их числе оказалась и наша с вами миссия Дау. Более того, YouTube отключил возможность спонсирования нашего канала на территории России. В связи с этим мы просим наших спонсоров из России поддержать нас и перенести спонсорство на платформу Патреон. Команда Миссия Дауа непрестанно работает над созданием и локализацией качественного и полезного контента для мусульман, проживающих не только в России, странах Центральной Азии и Западной Европы, но и наших братьев и сестер в Украине. Мы никоим образом не разделяем нашу умму по национальным признакам. Скорее даже наоборот. Мы всячески способствуем нашему единству, иншаллах. Скромные сборы с рекламой и ваши искренние пожертвования помогали нам покрыть часть расходов на создание качественного полезного видеоконтента. В воле Всевышнего, благодаря всем вам, тысячи людей регулярно получали важные повседневные наставления и достоверную информацию об исламе. С целью сохранить канал, мы в очередной раз обращаемся к вам с предложением поучаствовать в работе миссии Дауа своим пусть небольшим, но многозначительным пожертвованием. Братья и сестры, особенно те из вас, кто регулярно смотрит на нас сейчас за пределами России и Украины. Даже небольшая сумма, перечисленная на счет канала, имеет значение в сохранении и укреплении нашей общей работы и нашей общей миссии Дауа. Да поможет нам всем Аллах и вознаградит нас всех своей безграничной милостью. Амин.